Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А сегодня у меня в гостях учредитель и директор девелоперской компании «Ателит», региональный представитель Российского совета торговых центров, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Бурденюк Евгений. Жень, добрый день, добрый вечер. Приветствую. Жень, а если я не ошибаюсь, мы пишемся с тобой из Новосибирска. Нет, волей судеб, я сейчас за границей нахожусь. А, даже за границей? Не по той причине, которая, да, сейчас всех озабочено. Я, во-первых, уезжал на прошлой неделе всего лишь, если мы там по датам бьемся, я не знаю, как сейчас, то есть в какое время ребята будут нас слушать, но в любом случае эта история уже позже, даже когда уже, скажем, у нас в Новосибирске набор был закрыт. А билеты я купил, опять же, задолго до этого по причине того, что я уезжал получать образование. И буквально вот я вернулся сейчас, точнее, возвращаясь по пути из Лондона, я заехал к своей семье в Турцию. На следующей неделе я буду на работе уже. Так интересно стало, ты поехал в Лондон обучаться, заехал в семье в Турцию. А в Лондоне ты какие-то дополнительные навыки получал? Я год назад прошел собеседование в международную школу HALT Business School на программу Executive MBA. Проходил собеседование на английском языке, получил одобрение, там со мной ряд ребят пообщались, все устроилось, заинтересовалось. Очень интересная школа, немного, наверное, вы можете выглядеть как реклама, но для меня это было просто невероятной историей. Почему? Потому что, я не знаю, насколько глубоко, если что, меня остановишь. Я много лет назад, лет 10 назад попал в Стэнфорд. Я был в Америке и был там более судьбой. Один гулял по Стэнфорду и Сан-Пау, это родина, кто знает, Фейсбука, Эппла, Гугла. Я побывал во всех офисах, во всех этих офисах. Я побыл за один день, объехал их, они там все рядом находятся, головные офисы. И был в Стэнфорде. В Стэнфорде я ходил с мыслью о том, что, слушайте, неужели это такое невероятное место? Хоть я учился в Новосибирске в непоследнем вузе страны, в третьем вузе в Новосибирском государственном университете, закончил дважды, закончил там магистратуру, и сейчас продолжаю даже учиться. И даже несмотря на это, я ходил и думал, блин, а есть же люди, которые здесь учатся. И здесь посещают вот эти залы, они здесь, не знаю, там готовятся к сдаче своих экзаменов, они ходят там, не знаю, мимо этих фонтанов. К слову, там запрещено движение механического транспорта, там ездят электробасы, закрыто движение, замкнут. То есть там гигантское пространство, там кампусов, я не знаю сколько там. Ну, в общем, это совсем другой уровень обучения и учреждений, к которым мы привыкли, наверное, да? Да, какой-то другой мир, да. Я уехал от того смысла, думаю, с какой-то такой приятной, ну, просто, думаю, везёт же кому-то. А потом спустя какая-то у меня такая рефлексия пришла, спустя какой-то там, не знаю, может даже года. Думаю, слушай, Женя, а что мешает тебе-то самому туда съездить и поучиться? Думаю, наверное, надо попытаться. Начал выразъяснять, выяснять, а как туда попасть, а что там есть. Думаю, было бы неплохо какие-то курсы найти, там, ещё что-то, в таком духе начал. Потом я начал искать, то есть нашёл какие-то там варианты и начал искать себе, с кем поехать. И понял, что, ну, то есть с одним говоришь, да, классная идея, поехали. Только я вот, ну, там, не знаю, у меня там сейчас надо подождать, у меня там сейчас финансовые вопросы, у другого там временные вопросы. Вот третья говорит, я сейчас язык подучу. Я говорю, да, интересно, как ты его подучишь. Он говорит, ну, сейчас я вот годик сейчас подучу. Я говорю, ну, удачи тебе в этом годике, конечно. Я говорю, интересно, как ты его за годик подучишь. Ну, в итоге я понял, что эта история, она прокастенировалась, прокастенировалась. Но в итоге я натолкнулся на вот эту программу, и она очень интересная, потому что у меня теперь есть возможность учиться в четырёх странах. Я могу учиться в Лондоне, в Великобритании, в Америке, в Сан-Франциско и в Бостоне. Два кампуса находятся, это же школы. В Шанхае, в Китае и в Арабском эмираторе, в Дубае. Вот у них пять кампусов, и я за эти два года, которые у меня будут длиться мой EMBA, так называемый, я смогу посетить все эти кампусы. Ну, и плюс при этом я ещё могу онлайн заниматься. Женя, слушай, исходя из этого рассказа, ты сказал, что ты и магистратуру закончил в Новосибирске, и сейчас учишься. У тебя какое-то особое отношение к обучению? Ты считаешь, что всегда нужно обучаться чему-то новому, каким-то новым навыкам, новые знания получать? Тысяча процентов так, и знаете, даже общаясь много с ребятами, знаете, например, такое бытует мнение, оно такое достаточно популярное, о том, что Стив Джобс, он недоучился, бросил свой университет на каком-то курсе. Билл Гейст не закончил университет, Марк Цукерберг не закончил Стэнфорд и так далее, и так далее, обозначает такие ребята, и потом гигантское количество ребят, ориентируясь на эту информацию, думает, слушай, а, давайте, ну, зачем учиться? Вот же примеры этих людей, которые, не получая там суперобразования, достигают невероятнейших высот. И мне всегда хочется сказать, что возьмите свои пальцы, да, и посчитайте, сколько этих людей, и, как правило, их не хватит, точнее, с лихвой хватает наших десяти пальцев для того, чтобы перечислить этих удивительных людей. Да, и никто не учитывает, какой колоссальный вклад эти люди делают в самообразование, насколько они развиваются, не посещая высших учебных заведений. А самообразовываться, я скажу вам, гораздо сложнее, нежели просто сходить на какую-то базовую программу, как минимум, ну, или сходить на какие-то курсы, спецкурсы, там, и тренинги, и прочий момент. Ребята, которые настроены на бизнес-историю, сейчас начинают погружаться немножко в саморазвитие, мне кажется, хотя, наверное, предпринимательство, саморазвитие, оно всегда идет рука об руку. И, Жень, я предлагаю нам потихонечку близиться к твоей истории и начать с вопроса о том, чем занимается твоя компания Ателит. Компания Ателит, вот в этом году мы у компании отпраздновали 18-летие, и вот в 18 лет мы уже занимаемся тем, что строим недвижимость, строим объекты недвижимости, сдаем их в аренду, управляем ими эффективно. Если так быстро произнести эту историю, то я говорю всегда так, что мы занимаемся тем, что строим, устраиваем, перестраиваем, настраиваем, переделываем объекты для того, чтобы их сдавать в аренду под магазины. Занимаемся коммерческой недвижимостью, но коммерческая недвижимостью – это такое обширное слово, мы занимаемся в узкой ее части – торговой недвижимостью. Все, что в обывательском языке, называется магазины. Первый этаж, отдельный вход, первая линия – все, что мы видим – магазин. По ощущениям, такой недвижимости очень много, наверное, у вас, как у всех, но на самом деле ее не больше 5% по отношению ко всей недвижимости. Хотя ее 5%, но глубина этого рынка измеряется точно миллиардами, если не триллионами, наверное, объема этого рынка. И при этом мне очень нравится, что он узкий. Я целенаправленно выбираю узкость этого рынка, но при этом, знаете, с одной стороны мы сужаем спектр, когда выбираем одно направление, с другой стороны сильно расширяем, когда внутри него начинаем развиваться. Получается, у нас своя управляющая компания, мы сами, мы не нанимаем строителей, мы их на аутсорсе берем. Мы, получается, эффективно управляем сами, и мы работаем от идеи, где что как-либо построить, до конечной продажи, эксплуатации, сопровождения, и перестройки, и настройки, развития, все, что связано с недвижимостью, мы абсолютно все умеем делать и работаем. Работаем на рынке. Большая часть, конечно, у нас объектов, сосредоточены в Новосибирске. Сейчас мы работаем в Москве, в Московской области, в Питере, в Томске, в Красноярске. Смотрим объекты по всей Сибири сейчас с различными компаниями, партнерами. То есть, в принципе, себя не ограничено вообще. Даже во Владивостоке у нас сейчас есть некоторые предложения. Вопрос еще в том, как тебе пришла эта идея. То есть, если ты учредитель, я так понимаю, ты основатель этой всей истории, как так получилось, что ты захотел заниматься подобными вещами? Суть начинается с того, что, когда мне было 6 лет, 6 лет, я попал в автокатастрофу вместе со своими родителями, в которой родители мои погибли, а я остался жив. Мама закрыла собой, защитила меня с собой, а я с двумя переломными руками, ногой, внутренней травмой живота, и две недели комы остался чудом жив. И говорят, что после двух недель нормальными не возвращается. Дай бог, мне уже 40. Вроде нормальны, да. Вроде не дергаюсь, да. В канвульсах не дергаюсь. Да, родители я, конечно, своих очень люблю, и по сей день считаю, что они меня помогают и поддерживают. Каждое утро я их благодарю за их поддержку мою. Но, тем не менее, к чему я это все рассказываю, что и родом-то я еще из небольшого городка Самарской области, с населением 25 тысяч. В нем мы остались в моем шестилетнем и сестринском 15-летнем возрасте вдвоем. Сестра была ей 15 лет, дедушке, бабушке, на опекунстве которых мы остались, им было за 70. И на самом деле на тот момент даже теоретически они не имели права опекунство брать. Но мы не попали в детский дом благодаря этому. И вот волей судеб, моей сестре, которая по сей день работает медсестрой, она отдалась медицине, ей досталось опекунство и бабушку, и дедушку, и я в нагрузку. Я этого тогда абсолютно, конечно, не понимал, но у меня было прекрасное детство. Я не был обременен каким-то обязательством со стороны родителей. Меня не заставляли ходить в музыкальную школу, или меня не заставляли куда-то там. Вообще, в принципе, никуда не заставляли. Меня не загоняли в один часов вечера домой. И поэтому у меня было очень много, в отличие от сверстников, свобод определенных. И это дало, наверное, как раз зачатки какие-то определенные. Я сам всё выбирал, сам принимал решение, куда ходить. А мне было интересно заниматься абсолютно всем. И я вот как из Шурика, знаете, кто там туда пойдёт? Я пойду. Туда пойдёт? Да, и вот это моя история. То есть приходили в нашу школу ребят, там говорили, «Убираем секцию в волейбол. Кто пойдёт?» Я пойду. В баскетбол я пойду. В футбол я пойду. На карате, кеймбоксинг, бокс. Я не знаю. Все, кто не приходили, я всем занимался. И сейчас, наверное, даже сложно сказать, чем я не занимался. Поэтому вот так получилось, что позанимался я всем подряд. И это, наверное, предпринимательский дух уже тогда закладывался. Хотя я этого не отдавал себе отчёт в тот момент. Просто вот не скажу, что я там стал суперпрофессионалом. Ну, какие-то там регалии, конечно, у меня есть. Там какие-то разряды по карабальске, по гимнастике, по кандидатам стероспорта, по грегоремской борьбе я волей судеб стал. Сейчас работаю с Федерацией борьбы, с Александровичем Карелиным, плотно общаюсь на основном сибирске, кто знает. И поддерживаю борьбу на сегодняшний день. Собственно говоря, вот эта история, наверное, она дала для меня определенный карт-банш. В девятом классе я уболтал свою сестру переехать из маленького городка в Новосибирск. Она вышла за парня из Новосибирска. И они жили у нас там в городке. Я переехал один в девятом классе в Новосибирск к родителям мужу, сестры. Ну, потом они уже позже переехали туда. Ну, за мной, получается, я уже учился с прицелом на Новосибирске университет. И 10-11 класс направленно знал, что я хочу поступать в университет. И, собственно говоря, туда и поступил. Закончил его и уже, ну, даже не закончил, начав учиться в нем, я уже начал заниматься какой-то бизнес-деятельностью. И сейчас могу сказать, если вот среди наших слушателей будут студенты, у меня была такая история, знаете, на первом курсе я звонил своим друзьям в свой город, да, из которого изначально был, там, или там, Коля, Петя, Вася, там, спрашивал, там, Олег, там, чем занимаетесь? Они говорят, учимся. Я говорю, да, это супер вообще. Мы все учимся в этом возрасте. Говорю, а чем занимаетесь? Говорит, учимся. Я говорю, да, подождите, ну, я тоже учусь, ну, говорю, а там, что, бизнес какой-то туда, чем куда-то там развиваешься? Говорит, да нет, мы просто учимся. Это, к слову, к тому, что мы с первого курса со своими друзьями уже кто-то чем-то занимался. А если не секрет, Жень, чем именно в студенческие годы? Конечно, абсолютно не секрет. Это было такое, это попытки уже с самого первого курса, то есть начиная от того, что начал заниматься там продажами сотовых телефонов, пейджеров телефонов, не знаю, какие-то выделовые оборудования через газеты из рук руки на тот момент. И, то есть, любые попытки, там, какое-то кафе открывали, куда-то торговали, какие-то вещами перепродавали, параллельно искали какие-то возможности заработать денег. Я работал в отделе охраны, и у меня единственное место работы, кстати, было отдел охраны университета. Мне давали возможность там работать, будучи студентом, очным причем. То есть мне давали возможность ходить на занятия, ну, а вечером я работал охранником. И, получается, я жил в университете. То есть я мог днём учиться, а вечером там охранять, открывать, закрывать кабинеты, следить за зданием и делать свои уроки. Такая вот история у меня была. А самое главное, что я мог пользоваться рабочим телефоном для своих вот этих объявлений. И я, короче, продавал всё подряд. Да, и на меня несколько ворчал мой начальник за то, что там звонили странные ребята по вопросам не охраны, а каких-то там опилок, например, или ещё чего-нибудь. Но зато это были мои первые такие похождения в сторобизнесе. И, кстати, я потом, знаете, тоже обращаясь к прошлому, понял, что первые мои тренинги были вот ребята, которые вот в университете, ну, как вот, не знаю, многие же наши, наверное, слушатели из университетов, из вузов, даже любых заведений. Там есть вот эти кафешки, там есть сервакопировальные вот эти центры, различные услуги, которые оказываются в университете. Ну, такие отделчики. Вот днём там работают сотрудники, а ночью или вечером туда приходят собственники. Снимают кассу, документы, там нанимают, увольняют продавцов, там завозят товар и ещё всякие такие вещи. Туда приходят собственники, и вот как раз, наверное, я уже потом для себя анализировал, первые мои тренинги были вот эти собственники. Я как охранник вечером к ним подходил, с ними общался, узнавал, там, сколько они платят зарплату, почему такая зарплата, сколько налогов, с чего строится их бизнес, в чём прибыль, в чём убытки, в чём, как они зарабатывают, сколько они зарабатывают, как живут, как планируют развиваться и так далее, и так далее. И это была как раз вот первая моя школа, которая дала, я думаю, что у меня как раз зачатки, вот эти все предпринимательские. И, собственно говоря, я уже на первом курсе, уже первый опыт, бизнес-опыт у меня уже был на первом курсе, и разноплановый. Я там и занимался, уже на сегодняшний день популярно вот это занятие пошива майк, точнее, не пошива, символика университета. Тогда-то это было дико, да, сейчас там из этого хайповый бизнес целый строят. И даже ректор университета у меня брал эти майки, потом на всякие семинары там ездили, то есть гостям раздавали мои майки. Ты сказал, что ты работал только в охране университета, то есть по найму. И потом был генеральным директором компании «Ателит». Вот если вы возьмете трудовую книжку, да, там вот мне написано «Охранник НГУ» и генеральный директор компании «Ателит». Слушай, а я так понимаю, что ты сразу после окончания университета начал заниматься основанием компании «Ателит». Нет, на самом деле у меня там много всяких. Я же у тебя работал охранником, я занимался бизнесом. Я открыл там, я торговал вещами на рынке, торговал посудой, оптом торговал бытовой химией, организовал предвыборные компании, вот этими символиками университеткой, потом джинсами торговал, буховиками, халатами. Даже в сетевой маркетинг заходил, отделкой помещений занимался. У меня были бригады ребят из стран ближнего зарубежья, и мы с ними занимались, брали объекты. Потом я ушёл в систему общественного питания, и будучи в университете, я уже делал отделку двух заведений общественного питания и заобщался с человеком, который в собственниках был. Потом я перешёл работать к нему, и вот как раз там, ну там я не трудоустраивался просто. Там была такая история с надеждой, что я совместно с ним бизнесом займусь. Но так получилось так, что работая с ним, я всё время задавался, когда же у меня там, хоть я и руководил там всем, и вроде как во главе бизнеса был, но тем не менее собственности, точнее, акционерной собственности у меня не было, и поэтому я всё время в ожидании. Говорю, когда же мне маленькую дольку, я вот хочу, чтобы я вот прям был зафиксированным. Ты столько перепробовал ниш, перепробовал систем продаж и в целом производство, я так понимаю, отчасти. Почему ты ни на чём не останавливался надолго? Тебя это не привлекало, тебе это не откликалось в душе, или ты чувствовал, что это не тот уровень дохода, который ты хочешь получать? Я думаю, что отсутствие опыта. Если с высоты сейчас текущего опыта, я отношусь к любому бизнесу так, что на самом деле в любом бизнесе можно сделать деньги. Вопрос фокуса внимания, быть открытым к возможностям, развитию постоянному и поиску идей, которые позволяют повышать маржинальность, делать бизнес-процессы более эффективными. Есть такая книга, называется «Стратегия голубых океанов». Очень популярная. Мне в ней очень нравится название. Я всегда так говорю. Потому что она говорит о том, что, ребята, какой бы вы ниши ни выбрали, чем бы ни стали заниматься, в ней всегда можно найти стратегию голубых океанов. Там есть такое понятие «красные океаны» — это когда высококонкурентная среда, а голубые — это когда вы, например, начинаете вилять в ниши. Помню, из книги был пример с изогнутыми бутылками вина. Ребята там что-то неправильно произвели в бутылке. Кто знает, наверное, есть такое вино с загнутыми такие бутылочки. Вот они там, и случайно уже, казалось бы, конкурентная суперниша, уже вообще ничего не сделаешь. В Вене уже там тысячи компаний и берут эти изогнутые бутылки и сразу выделились, казалось бы, на высококонкурентном рынке. Так и в любой нише, на самом деле, чем бы ни занимались. И, соответственно, я выбираю путь именно, знаете, очень часто еще такая ловушка есть. Например, я тоже часто ее задаю, и можем нашим слушателям задать такой вопрос, что, как вы думаете, для того, чтобы заняться бизнесом, скорее всего, нужно придумать что-то новенькое. Секунду на все подумали и, наверное, ответили «да», предполагаю. Так вот, я не любитель того, чтобы что-то придумывать новенькое, потому что, если мы придумываем что-то новенькое, очень часто все забывают, что под что-то новенькое нужно сформировать рынок. Сейчас поясню, что это такое. Например, мы придумываем какой-нибудь новый нано-йогурт, какой-нибудь невероятный, или супер-пупер-мега-напиток какой-нибудь, и говорим, что вот он невероятных свойств, и теперь его нужно, мы вообще придумали супер-рецепт, и теперь его только нужно потреблять. Прежде чем его люди начнут потреблять, нужно этим людям всем объяснить, что его нужно потреблять, то бишь, сформировать рынок, побороть какую-то там Кока-Колу или Ежесними, которые сейчас ушли от нас. Ну, то есть, грубо говоря, то есть, под любой продукт новый нужно ещё формировать рынок, а это никто не учитывает. И я, как, не знаю, традиционный бизнесмен, может быть, классический, то есть, я предпочитаю брать вообще, наверное, либо Worldstat тот же самый, посмотреть на те ниши, которые пользуются невероятным спросом в интернете, это более действенная история, зайти в статистику, посмотреть, что люди ищут. И, как правило, они точно там не ищут какой-нибудь супер-мега-пупер напиток. Они ищут обычные вещи, которые просто им нужны сидеть сегодня, о которых они уже знают, и мы о них знаем. И это не всегда что-то новенькое. Но видишь, очень многих предпринимателей пугает конкуренция в этой всей нише, которая известная. Они боятся, что они не смогут создать какое-то уникальное предложение для покупателя и останутся без внимания. Это, наверное, больше всех и пугает. Но я про то, что если это пугает, то создать маркетинговую стратегию для нового продукта это точно гораздо сложнее, чем найти стратегию голубих океанов в действующем бизнесе. Я вот просто для сравнения два этих понятия скажу. Но, кстати, это очень логично. Это же нужно еще и убедить покупателя купить этот продукт. Как ты сказал, объяснить, что его нужно приобретать, заставить его обрести. Но это очень серьезная, наверное, стратегия. Да, ты прав, в Жене никогда об этом не задумывался. Да, просто, ну, вот я говорю, очень часто люди об этом не думают вообще. Или давайте возьмем того же Цукерберга с его социальной сетью, да, там, Facebook. Мы все знаем Facebook, но никто не знает сотни тысяч соцсетей, которые запускались до Facebook, после Facebook, во время Facebook. Ну, безумное количество этих соцсетей, и наверняка кто-то из наших даже слушали, если какие-нибудь соцсети пытался запустить. То есть, стрельнула там вероятность статистики далеко не самую воодушевляющую. А, например, давайте возьмем количество предпринимателей, которые торгуют носками. Сколько таких? Я думаю, таких людей сотни тысяч, которые торгуют носками, точно десятки тысяч людей торгуют носками, и зарабатывают себе на хлеб, и вполне себе успешные, там, не знаю, и казалось бы, какие-то носки, да что же, какая-то вообще банальная вещь, какая-то, как так вот, где носки, и где Facebook, да? Честно, Женя, это немного превращается у нас, скажем так, в мотивирующую такую, знаешь, историю. Это, конечно, очень круто, и я тебя заслушиваюсь, потому что ты, скажем так, рассказываешь очень интересные и нужные вещи, но мы все-таки больше подкаст о пути бизнеса предпринимателя, и давай все-таки вернемся к истории о том, как у тебя складывался путь после того, как ты пытался работать с партнером предполагаемым, который, возможно, выделит часть средств инвестиций или выделить место в бизнесе, как у тебя развивались дальнейшие события в жизни? Дальше была история такая, что с этим человеком мы расстались, и я безумно этому рад, потом я запартнерился потом с новым партнером, с которым, собственно говоря, проработал вот уже больше 18 лет. Мы с ним, получается, что занялись, первый бизнес у нас был связан с Курами Гриль, тоже такое очень интересное направление. На самом деле, это все было от отсутствия опыта, да, и я вот на самом деле благодарен таким компаниям, как ваша, которые сейчас организовывают эту возможность. Тогда уже не было возможности не послушать бизнесменов, не перечитать такое количество книг, которые сейчас на рынке представлены, не пообщаться ни с кем, то есть не было открытых бизнесменов, все было закрыто, то есть, собственно говоря, поэтому все через, скажем, через свои пробы и ошибки все это проходилось преодолево. Поэтому, собственно говоря, тогда, таким образом, путь такой шел. Дальше, получается, вот эти Куры Гриль. Ну, то есть, был такой момент, когда я вышел вот с университета и был такой вариант, что, типа, а чем заниматься? И там вот мой новый партнер сказал, говорит, ну, предложил мне вот с этими Курами Гриль занять, точнее так, он мне вообще сказал, ищи варианты, и там вот, типа, а вот Куры Гриль. Я говорю, да, слушайте, Куры Гриль, да пофиг вообще, можно их открыть, мне вообще без разницы, что было открывать. У меня были какие-то там остаточные деньги, и, собственно говоря, точнее, вот я с них заработал. И с этих денег я, собственно говоря, сортанул с этими Курами Гриль. А первый бизнес я нанимал, начинал с первых 30 тысяч рублей, которые мы как раз в охране с другом саккумулировали вместе. Там копейку-копейки зарабатывали, даже был месяц, я помню, вел книжку по записи, на 200 рублей я жил в месяц, в каком-то там 2000 году. Это, поверьте мне, это очень мало было. Мы там ели одну картошку, там, не знаю, на какую-то там гуманитарную помощь. Я там жил в университете и ездил на проездной сиротке, экономил на всем вообще абсолютно, и таким образом рекорды ставил экономии. Жень, то есть, получается, все вложенные средства, которые ты инвестировал, точнее, все средства, которые ты инвестировал в бизнес, это заработанные лично тобой. То есть, это не занятые, не кредитованные. Не-не-не, это начало пути, сейчас мы разовьем эту тему. Дальше, получается, вот Куры Гриль и с Куры Гриль первую торговую точку открыл он тоже на свои деньги, заработанные, скопленные, но первая точка, она становится убыточной и не приносит денег. И у меня такой, первый такой, как фейл мой, первый такой глобальный, единственный, кстати, для меня, но он для меня был очень весомый и тяжелый. Когда я работаю, что там, грубо говоря, не знаю, там 24 на 7, я там этих куриц сам, сам у себя продавцом, сам налоговую отчетность даешь, сам их там грузишь, ввозишь, газовые баллоны меняешь, там маринуешься весь в специях, там эти немецкие специи, которые въедаются в руки, если не в перчатках так, что их потом неделями отмыть невозможно. У меня маринованные руки были вместе с курицами. Вот, поэтому и это все в убыток, то есть ты работаешь 24 часа, а все коту под хвост, то есть там на аренду и на налоги. Такой момент, я всегда в подобной истории вклиниваюсь и задаю вопрос, как у тебя не опустились руки, что у тебя было в тот момент в твоей голове, то есть может ты вообще хотел закончить предпринимательскую деятельность и уйти попроще во что-нибудь, в тот самый найм, или вот как ты действовал в тот момент? Так и было, что было желание уйти в найм и забросить. И я даже пошел, прошел собеседование, помню, он пошел на директора магазина, собственно говоря, даже прошел на собеседование, должен был работать директором одного из магазинов, одной из сетей нашей, новосибирской, к слову сказать, что сейчас остатки этой сети мы сейчас покупаем на торгах. Некоторые купили, в которые собеседование я прошел, неинтересный был магазин, мы его не рассматривали на торгах. Но забавная такая история. И тогда я прошел, но у меня остановило, знаете, мое вторующее образование, кстати, к слову. То есть, когда я пошел в магистратуру в Новосибирске государственного университета, там было такое, первые такие, знаете, мотивационные были а-ля преподавания в виде тренингов. Вот я тогда первый раз такое увидел. У нас такой преподаватель классный был, он такой мотивирующий, какие-то вещи такие классные рассказал про команды, про коллектив, про бизнес. И я такие, что-то я, так, что же я с этим курицем приуныл-то как-то. Хотя я там приуныл-то, на самом деле, месяца на два, на три всего. То есть, вот у меня началось вот это первое образование, и я такой думаю, ну и ладно, раз мне эти курицы достались, думаю, надо из них сделать бизнес. Прям задался целью, думаю, надо точно сделать их прибыльными, всеми возможными способами. И я там, это просто там, я тогда обчитался первой историей, там, KFC, тогда, помните, это полковника Сандерса, который 61 год там бизнесом начал заниматься. И я такой думаю, ну я сейчас всё думаю, кур и гриль, значит кур и гриль. Думаю, надо из них сделать бизнес. Начал читать истории все, объехал всех конкурентов, соседние города, все томские, омские, там, барнаулы, всех объехал грильщиков. Посмотрел всех их секреты, лайфхаки, фишки, анализировал, начиная от Макдональдса до последней торговой точки, шаурмой, в чём их там прелести, сложности и всё такое. Вот. И не поверите, вот у всего моего этого глобального исследования вывод из него, конечно, был крайне неудивительный, что решает всё место. Оказывается, просто банальная ошибка места привела к тому, что мой бизнес не летел. Да, но действий я сделал очень много, начиная там, я ночью печатал флайеры, ходил, раскидывал по почтовым ящикам, занимался доставкой, то есть я одновременно жарил курицу, параллельно бегал, доставлял их там, ну просто такие чудеса творил. У тебя в тот момент не было мысли нанять помощника себе или просто не на что было нанимать? А я нанимал, нанимал. Почему? И не на что было, но я всё равно нанимал помощников и с ними сообщают, экспериментируют. Я и то, и пят, и рекламу вешал, и размещал, и раскидывал, и там, не знаю, всё, что можно делать. Там сам дизайном занимался, сам проектировал, сам листовки там делал. Это привело к положительным последствиям? Нет, это как к мёртвому припарку, то есть это потом вот, потом я понял, что мне нужно нормальное место, и я там искал высокопроходные места, начал для открытия второй точки, я начал искать место, где точно должно полететь, и нашёл такое место, долго договаривался, и вот как я говорю, как это полковник Сандерс, я сделал макеты, слепил их там из бумаги, как должен выглядеть там будущий мой киоск, что он из себя будет представлять, и ходил это, предлагал различным собственникам в разные места. Это 2003 год, никого на рынке мест не хватает, это кастротфический дефицит площадей торговых, и получается такая непростая история была для меня тогда, но там, грубо говоря, не с тысячной попытки, как у полковника, а там, ну не знаю, с 30-й попытки какой-то, я нашёл всё-таки место, и мне там дали возможность запустить бизнес, и уже с действующим партнёром мы паритетно решили его запустить, и действительно, я угадал тогда с местом, и эти курицы пошли, и пошли продажи, там 15-20 штук курицы в день я продавал, а там точка безвыточства от 10 начиналась, и сразу всё пошла, прибыль, пошли продавцы, то есть можно было нанимать продавцов, это с учётом найма продавцов, то есть я уже не сам стоял, а там были продавщицы, и короче, ну просто, всё, я там был безумно рад, следом полетела 1, 2, 3, 5, 10, 10 торговых точек, и тут уже, конечно, прошли и кредиты, и займы, и все возможные способы привлечения денежных средств, и свои инвестиции, и всё подряд. 10 торговых точек мы открыли с партнёром, и уже на тот момент я понимал, что мы были самыми крупными этими, так называемыми, гречечками в городе, их там порядка до 8 тысяч куриц в месяц продавали в топе, мы их продавали больше, чем наш ближайший конкурент, который нам эти курицы поставлял, мы у него самые крупные потребители были. Но вот всё равно, Жень, складывается вопрос, казалось бы, так отлично развивается сеть, так показатели растут вверх, и тем не менее, от элит. Тем не менее, я сижу в один прекрасный год, там партнёр забавлялся со мной на этой истории, я ей говорю, ну слушай, надо диверсифицировать бизнес, что-то неинтересно, ну, во-первых, мне не сильно нравилось курица-гриль, что-то так, я думаю, какая-то я и курица-гриль как-то не сильно ассоциируются, и что-то другого хотелось. Это раз. А второе, я думал о диверсификации, о неуверенности в завтрашнем дне, то есть, ну, какая-то такая, я там думал, что мне надо какой-то другой бизнес. И когда, я тогда не знал какой, я просто на начале года себе написал, например, хочу другой бизнес, а какой я не знаю. И вот к концу года такой бизнес появился, когда мы свои кури-гриль строили торговые точки, мы их пристраивали к супермаркетам, в проходных местах. И брали их в аренду у самого супермаркета. И к нам подошел, предошли еще две сети. Фотолэнд тогда фотоаппаратурой занимался, еще тогда кодек работал. И сотовая компания, ну, а-ля Евросеть там связной, такая была ультракомпания, если вы такую помните. Вот они пришли, говорят, слушайте, Женя, а строи нам тоже, нам 45 квадратов, то есть, каждому по 45 и свои 10 квадратов. Там можно было построить 90. Я думаю, да, не вопрос, и мы тебе там какие-то комиссионные заплатим. В итоге я это построил, подзаработал на этом денег, так что, условно, моя торговая точка бесплатно обошлась. А спустя лет 10 я в итоге даже эту пристройку и оформил паритетно с супермаркетами на себя. Короче, мы остались собственниками этой истории. и потом кургриль продали, а через года сеть супермаркета, к которой мы пристраивались, они обанкротились, и часть этих кургриль мы обратно забрали к себе. Такая забавная история, они вернулись к нам через десяток лет после того, как мы их продали. Они, кстати, сейчас некоторые у нас в аренде есть, некоторые, кстати, закрылись, и там уже другие арендаторы сидят, а помещение наше. Ну, не некоторых, там две, по-моему, если из 10 возможных две торговые точки вернулись обратно в воле и судеб. Да, слушай, действительно, действительно. Так, слушай, то, что ты сейчас сказал, пристройка торговой площади за, скажем так, твои силы, это же, ну, как раз таки, наверное, задатки того самого отелита. Да, 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 это, конечно, уже в первой стройке, то есть, когда я придумал вот это, типа, поставил себе задачу, какой будет бизнес к концу года, и я понятия не имел. К концу года вот эти пришли ребята, говорят, давайте построим. А потом я сижу, когда я строил для них, я увидел такую возможность, общаясь с ними, что они говорят, мы можем дать денег, то есть, по сути, они давали денег за год вперёд супермаркету для того, чтобы потом арендовать у них эти площади, потому что площадей не было, точки им были нужны. И я такой думал, слушай, если они им денег дают, говорю, а чем я-то хуже? Они, значит, и мне могут дать. То есть, они мне могут дать денег, если я найду, где им можно что-то поставить. И, то есть, у меня такой ребус сложился в голове, и я начал судорожно искать, пошёл в архитектуры района, там, где я ранее согласовал свои вот эти пристройки. И говорю, слушайте, давайте я сам себе согласую вот эти павильончики, можно я построю? Они говорят, ну, там рассказали мне процедуру. Я нахожу, они говорят, а вот тут есть ребята, которые предсогласовали, но что-то передумали строить, хочешь у них забери, там, вот эти документы купи, они тут согласовывали. Я иду к этим ребятам, договариваюсь у них о покупке этих документов. Отдельно иду в компанию с въездной, там такой был Ноготков тогда ещё, если кто-то тоже помнит. Его правая рука, там, Андрей, приезжает к нам в Новосибирск. Я с ним встречаюсь на локации, говорю, вот рассказываю, вот смотрите, такое место, здесь я могу там построить вам магазин, там, 40 квадратов. Он говорит, да, окей, давай, интересно. Я говорю, супер. Он говорит, какая аренда будет? Я говорю, я сижу, там, пальцы крестинговые собрал, такой думаю, всю свою наглость, комочек собрал, две тысячи за квадрат. Он говорит, ну, чтобы вы понимали, мне было это сложно сказать, потому что я максимальную аренду на тот момент платил тысячи триста за квадрат. Мне очень понравилась история твоего сравнения, свою наглость собрал в кулак, грубо говоря, и выблеснул её, просто это здорово звучит, потому что некоторые стесняются свою реальную цену, своего продукта, свои услуги преподнести людям. Да, ну вот, и, собственно говоря, для меня это так было, потому что я не понимал рынок, я не знал, сколько это стоит, я не знал, как можно назвать, конечно же, мне, с одной стороны, хотелось этот продукт очень сильно, и хотел, чтобы они ко мне встали в аренду, чтобы я смог для них построить, но при этом я не знал, то есть, они же могут отказаться, да, и как вот это в моменте. Вот, ну и, собственно говоря, назвал, он говорит, окей, 40 квадратов на две тысячи, 80 тысяч за 10 месяцев, там, там даже, по-моему, чуть больше было, чуть с их расшибать, короче, на следующий день мне на 960 тысяч падает на расчётный счёт, чтобы вы понимали. 960 тысяч, и я думаю, вот это да, это же теперь я вообще миллионер, это что надо, то есть, теперь надо брать места, брать у них деньги, и клепать, делов-то вообще, просто я эти магазины могу строить, просто с суперскоростью, и получилось так, ну и уже, когда мы оформляли земельный участок, надо было срочно переоформлять, и нужно было название компании, тогда мы, телесота такая компания, телесота, мы с неё переоформляли, и я почему-то, мне казалось, что нужно переоформлять на компанию, в которой телефонный корень должен быть, откуда взялся от элит, потом я на от элита, ну название, мне нужно было срочно придумать название, забавная такая история, тогда мы переоформляли бумаги, не имеющую юридического лица, то есть придумали название прямо в администрации, я придумывал название, пошёл, подал заявку, и одновременно пошли регистрировать юридическое лицо, то есть юридического лица ещё не было, а заявку от него мы уже подали, и собственно говоря, таким образом, такое произошло, потом это название появилось, а потом это название, оно уже переросло, название компании уже много позже, и даже так нас назвали не мы, а получается у нас поставщики наши, не поставщики, а вот те же сети, они приезжали к нам и говорят, я услышал такую фразу, по телефону кто-нибудь разговаривает, говорит, например, слушай, мы в Ателит приехали. Я такой, так, куда они приехали в Ателит? Я такой думал, блин, наверное, это уже можно называться так Ателит, наверное, мы уже будем называться компанией Ателит. Хотя на тот момент мы там и назывались общепит, сервис, сервис питания, у нас там больше с хуровыми грилей бизнесов было. Но так, подожди, Ателит это было то самое название, которое было вписано в тот договор? Юрлицо. Да, да, да. Первый договор, первый на землю, первая заявка, всё это было Ателит. И мы, собственно, день рождения компании с того момента празднули. Ну вот, собственно, так началось название компании, потом мы уже к нему потянули от Ателиты, от Атели. То есть, на самом деле... Да, кстати, очень схожи, согласен. Это уже потом такая аббревиатура мы расширили для себя, а на самом деле раздавалась именно так, как я вам рассказал. Так вот, тогда мы, собственно говоря, всё, запустили вот этот первый паильон, и я думаю, ну всё, Женя, мы миллиардеры. Берём земельные участки, берём деньги у арендаторов, на них строим, запускаем, и всё, дальше поехали. И я быстрее в администрацию говорю, давайте мне ещё в земельных участках, я сейчас буду строить эти паильоны. Они говорят, ну, здесь можно построить, вот здесь я там договариваюсь, всем эти куриц-гриль своих таскаю, всех благодарю, вот, угощал там. У меня самое коронное было принести курицу-гриль. Вот, и, собственно говоря, потом я прихожу с этими местами в эти сети, ну, связному, они говорят, слушай, дружище, всё классно, говорит, места рабочие, конечно, но вот эта лавочка закрылась, больше мы денег вперёд не дадим, прошли те времена хорошие, я там, грубо говоря, на уходящий пояс запрыгнул, теперь мы готовы просто вставать, мы готовы платить тебе аренду, а всё, что надо тебе, какие-то деньги, это уж твои проблемы, сам их ищи. Я такой думаю, блин, классно, у меня есть, где можно построить, у меня есть договорённости, я могу туда найти арендатора, который там может платить аренду, мне нужны только деньги для того, чтобы построить проект. Думаю, где я их могу взять? Надо идти к кому-то. на занятия я уже не могу, потому что у меня залогов нету, я и так там подкурец-гриль уже занимал денег, сколько мог, мне банки дали уже максимум. И, соответственно, что делать? Думаю, надо найти кого-нибудь богатого и у него попросить этих денег, предложить ему бизнес-модель. И, собственно говоря, я тогда, чтобы вы понимали, я понятия не имел, что такое инвестиции, что это так называется, что нужно привлечь инвестора. Таких названий даже, ну, я знал о них, но что это так называется, я знать не знал. По факту я для себя изобретал велосипед. То есть я думал, вау, слушай, какая классная мысль, надо вот так вот сделать. И пошел по инвесторам, ну, точнее, даже по людям состоятельным, начал искать в кругу свое окружение. Это, кстати, первый ход, который я всегда рекомендую. В своем кругу поискать людей, у которых гипотетически могут быть свободные деньги. И таким образом, там, первая, вторая, третья, я, кстати, достаточно быстро попал на людей, которые согласились со мной поучаствовать в этом проекте. Потому что, действительно, финансовые показатели были очень крутые. Там окупаемость была меньше двух лет, 18 месяцев. И мы там строили магазин, половину отдавали вот этим инвесторам, половину оставляли себе. Ну, и, собственно говоря, так и сделали. Потом я думаю, слушай, ну все, ну вот здесь теперь уже вся гениальность мысли замкнулась. Мне нужно находить место, где что построить. Мне нужно находить арендаторов, которые туда сядут и будут давать аренду. Мне нужно находить инвестиции от инвесторов. Собственно говоря, это и есть компания «Ателит», которая по сей день этим и занимается, находит проекты, находит инвестиции и находит арендаторов. У нас это, по факту, сейчас управляющая компания. Больше ста объектов, которыми мы управляем, в котором, так или иначе, мы там в собственности или собственности находимся. Ну, та география, которую я вам перечислил, больше тысячи арендных мест в управлении, больше 500, даже больше, наверное, компаний, 10 тысяч арендаторов, около 20 тысяч, наверное, точно, 20 тысяч компаний, базы данных арендаторов, с которыми мы работаем, мы сейчас её активно расширяем на те регионы, где мы планируем своё развитие. Ну, как я уже ранее сказал, что, то есть, мне не хочется говорить о том, что мы там достигли какого-то там невероятного успеха. Я всегда говорю так, что наконец-то сейчас мы можем начать работать. Вот сейчас у меня появились возможности для того, чтобы наконец-то заняться каким-то серьёзным бизнесом, какими-то серьёзными проектами, с серьёзными компаниями, заходить в партнёрство, и у нас очень амбициозные планы, дай бог бы нам, не знаю, возможности, возможности рынка, ситуации, всего-всего, для того, чтобы мы дальше двигались, развивались в этом плане. Да, Жень, я присоединяюсь к твоим же пожеланиям в сторону твоей компании. Знаешь, ты очень легко всё так рассказал, то есть, даже все мои вопросы, которые я обычно задаю, мне не пришлось задавать, потому что ты просто разложил всё как есть, и все интересующие меня вопросы закрыли, абсолютно, и вопросы наших слушателей. Единственное, что я хочу у тебя спросить, Жень, вот, чтобы ты, я это делаю каждый выпуск, потому что это действительно интересно слушать эти мысли, что бы ты пожелал начинающим предпринимателям? Какие качества в себе развивать? Не знаю, какими мыслями обладать и о чём думать, чтобы всё получилось успешно, скажем так? Ну, я не знаю, как на сплавлении, можно тоже это развить, мысль. Здесь история такая, то есть, я сам люблю учиться, ещё раз, поэтому рекомендую, конечно же, всем учиться. Я в своё время нашёл, наткнулся в интернете, не знаю, найдёте вы это сейчас ресурс, может, другой какой-то, на биографии различных лидеров, людей, которые создали какие-то, достигли определённых успехов в этом мире. Это из истории людей, в настоящее время действующие. И начал для себя смотреть, что на самом-то деле там в этом списке, там было 250 биографий в кратком изложении. Я, собственно говоря, там больше половины из них прочитал, если не все, наверное. Суть какова? Я прочитал 250 биографии, и там были биографии, там и Ленина, Сталина, и Гитлера, не поверите, и, не знаю, и Тиньков, и Давыдов, и, не знаю, и Путин, и различные разные выдающиеся люди, которые создавали разные бизнесы за разное время. И их краткие биографии. С чего они начинали, где жили, где учились, и кем они были. Я говорю, там были и хорошие, и плохие, и красивые, и некрасивые, и толстые, и худые, и спортивные, и не спортивные. И такое ощущение, что какой-то прям вообще ну просто явной закономерности там нету. Ну то есть, и я всегда так говорю, что если бы была какая-то, какой-то закон успеха, или какой-то там, не знаю, алгоритм успеха, наверное, уже все про него знали, и все супер были бы, все бы успешны. Мы жили бы в таком каком-нибудь утопическом мире, в котором все супер-мега успешны. Но так как это не так, и увидев такое безумное количество различных историй, и при этом они так или иначе были все успешны в разной степени, я хочу сказать, что, наверное, если у кого-то алгоритма нет, но у меня есть, наверное, предпосылки, да, какие-то определенные. И, собственно говоря, вот отвечая на такой вопрос, можно ответить такими предпосылками, а что же все-таки, наверное, базово облегчает этот путь. И сегодняшнюю нашу с тобой встречу мы начали с того, что мы разговаривали про образование, да, и считаю, что, конечно же, образование, самообразование, и базовое, и любой высший тренинг, и любое развитие – это, безусловно, обязательно составляющая успешности. Невозможно без бизнесменов не учесть, не участь этому, да, не потреблять какого-то знания, не обменив с кем-то опытом. То есть способы получения этих знаний, они, конечно, очень вариативны, их можно откуда угодно брать, но не получает информации, невозможно в ту сторону развиться. Дальше, думаю, что успешность. Коммуникативные навыки. Я им тоже отдал львиную часть своей жизни. И, кстати, я хотел подчеркнуть, что, наверное, их, собственно говоря, весь наш с тобой встреча, я сегодня подчеркивал, что я не имел никаких-то задатков, у меня нет каких-то там, выдающихся каких-то там предпосылок для того, чтобы я там супер стал успешным бизнесменом. Обычный парень с обычного городка, деревни, вообще без родителей, без каких-то возможностей, без связи, без контактов, без финансовых возможностей. Вот просто суперобычная история, которая просто более судяб развивалась, двигалась и продолжает развиваться, двигаться вперёд. Собственно, поэтому что? Учимся, не знаю, читаем, сам развиваемся, учимся, базовых образований какие-то получаем. Коммуникативные, публичные выступления – очень крутая штука, потому что она позволяет стрессово развивать переговорные процессы, и это очень важно в любых переговорах. Любой бизнес – это всё равно люди. То есть за любым бизнес-процессом стоят люди, и поэтому коммуникация – это основа основ. Финансовая грамотность тоже немаловажная. Я продолжаю ей учиться по сей день, здесь нет предела совершенства тоже, здесь тоже много нужно времени и часов потратить в правильности в этом направлении. Вот, ну такие, наверное, базовые вещи. Коммуникации, финансы и образование во всех направлениях. Ну, быть здоровым, быть активным, то есть стремиться, иметь цели обязательно. Такие вещи какие-то базовые. Хорошо, Жень, спасибо большое. У нас какой-то получается сегодня прям бизнес-тренинг, мотивейшн и всё такое. Было реально здорово послушать тебя, потому что подобных рассказов у нас давненько не было. Друзья, напомню, что в гостях у нас был Бурденюк Евгений, учредитель и директор девелоперской компании «Ателит». Он поделился своей историей успеха, своими мыслями и взглядами на ведение бизнеса. Я думаю, что очень многим было полезно послушать слова такого бизнесмена. Друзья, это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем до скорых встреч. Жень, спасибо тебе большое. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok